Всем привет, ребята! Канал Нищай. Когда-то летом выходил видос про Коваля, и он был на айфон снятый, почти без монтажа. Ты сам что думаешь, Коваль правильно сделал? Да какая разница? И я там сказал, что периодически буду пробовать такие форматы, потому что это прикольно. Нас этому научил Димон, вы научились такие форматы смотреть, мы постепенно учимся их снимать. И, по-моему, пришло самое время немножко попробовать снова этот формат, поэкспериментировать, потому что есть небольшие новости. Я тут совсем недавно узнал, я периодически переписываюсь с Саней Ковалем, и узнал, что он едет к Димону Егорову записывать интервью. Поэтому скоро ждите на канале Димона выйдет интервью с Ковалем. И я такой, о, прикольно, я к себе могу на канал подснять там всякие видосы, поэтому тоже ждите на канале совместные видосы вместе с ними. Но и заодно я хотел навестить Димона, посмотреть, как он себя чувствует после травмы, потому что обычно после такой травмы люди могут уходить в депрессуху, ни с кем не общаться. Он в целом рассказывает сейчас на своем канале, как он поживает после травмы, как он лечится, какие диагнозы. Но он в целом говорит это про медицинские, как бы, с точки зрения. Мне интересно рассказать вам его психологическое состояние, как он себя чувствует, грустит ли он, в депрессухе ли он, либо все вообще хорошо. И Димон даже после таких травм может быть с собой. Ну, смотрите, ну Димка ходит, улыбается, я ему голубики принес. Как будто я, блядь, не улыбался когда-то, блядь. Ну, блин, я, мне казалось, что ты, это, прям, такой, ну все, пиздец, блядь, я больше не футболист, мне все не нужно. Я думал, ты вообще в депрессуху идешь. А ты просто на первый этаж идешь. Я потерял лед где-то, блядь, я без льда не могу. А ты за снегом идешь? Там снег, там столько снега. Что если бы я там не был сам, я бы не поверил, что бывает столько снега. Ну и заодно можно узнать, как дела у Коваля, как он поживает, поэтому я поехал к Зимону увидеться с ними со всеми. Вот я тебе Принглс принес за голубика, а, мочит, вы тебе бабки, да, прислали? Какие? Я слышал, что Шнякин там собирал с Солдатовым, там, типа, в чате, нет? В паблике Амкало я видел цитату, что Шнякин говорит, вот мы, типа, договорились собрать деньги Егорову. Впервые слышу. Сейчас, возможно, это хорошая новость какая-то, да, прошла мимо меня? Ну, я видел ВК в паблике, да. Может быть, пришлют. Ну и небольшое отвлечение. Вы, наверное, заметили, что мы на канале стараемся делать сейчас качественные ролики, все красиво снято, но мне кажется, очень прикольно, что можно прыгать от съемки на камеры, в суперсвет или в на iPhone. Вот, поэтому и самое приятное, что во всех этих роликах Нахс поддерживает наш друг Фонбет, а вам он обязательно может сказать, что давай, пробуй, делай, ты молодец, установи приложение и получи фрибет в 1000 рублей. Поэтому, если тебе это интересно, обязательно переходи по закрепленному комментарию, получай фрибет в 1000 рублей. Ну, а я хочу напомнить также, что Фонбет является официальным партнером множества топ-клубов, поэтому все, больше не отвлекаю, ем дальше. Я Коваль. Как же поживает Коваль? Коваль был тоже достаточно улыбчив, поделился своим впечатлением о своей новой прическе. Ну и в целом, в начале нашего разговора он был на позитиве. Что произойдет к концу нашей встречи, я обязательно расскажу. Но в начале мы шутили, мы даже шутили на тему Севсканы, и даже он поднял эту тему. Поэтому, ну, все было на позитиве и было круто. Смешно, что сейчас Спартак забил, и Саня Коваль сказал гениальную мысль, что... Только Саня Коваль ошибается. Только Коваль ошибается. Кулебали тоже в Лиге Европы, гляньте, смотрите, головой как играет. Причем у Кулебали какой рейтинг? 88. А у Коваль получается 86 где-то был бы, да? Ну, а по мнению Андрюхи Севскана, у меня 40-40. У Коваль 40 рейтинг. У меня 40. А что, это не... Мне скорость поставили 25. Севскана? Да. Ну, ты как бы ориентируешься на него? Ну, как бы нет, я не согласен. А ты бы себе какой рейтинг поставил? Да не знаю, ну... Вот если у моего друга Маколенко с Динамо, у него 76, по-моему. Так. Ну, я бы себе 62 вот такое берет. Ну, плюс-минус, да. Ну, 62-58. Великая морда. А ты на Сибыч ориентируешься, да, по рейтингам? Да. А у тебя сколько рейтингов? Я думаю, что сейчас скорость около нуля. Сейчас-то понятно. Ты, кстати, сейчас БЛМ не сможешь поддержать никак вообще. Почему? Левом колене нет. Да? Нет, не смогу. А ты давал интервью уже Егорову? Не. Ну, я сейчас вот смотри. Да ладно. Да ты врешь. Это вот, ну, правда. Перед анкетой было легче? Перед анкетой? Да. Вообще, я даже как-то не переживал. А Димон, типа, опасный чувак. А что, нет, я абсолютно... Не, я не переживаю. Ну, просто как-то вот так вот. Не знаю. Ты, кстати, как думаешь, у кого хуже прическа? Ну, покраска к волосам? Я сразу, у меня. У тебя, да? Чего у Димона? У него, знаешь, какая-то, как собака Колли. Ну, вот такая вот. Ты жопу показываешь просто. Ну, да, да, Садя, ну, типа. Колли нужно просто... Расклепостить. Нет, не то, что расплепостить. Просто, чтобы хоть раз кто-то понятно услышал полностью, что происходило. В том числе и в те времена, что происходит сейчас. Будет искренне. И будет происходить. Очень рад тебя видеть. Я готова себя чуть-чуть. Потом. Ну, а потом началось интервью. Димон достаточно долго пообщался с Саней. Я, естественно, не буду рассказывать, что они обсуждали. Ну, естественно, практически все темы, которые могли всплыть, когда ты смотришь на Ковалья. Димка, конечно, спросил, поэтому обязательно зацените. Я уверен, что интервью получилось хорошее, основательное. Чего ты не спросил? Да? Чего я не спросил? Ты слышал «Края муха»? По-моему, что спросил. Да? Ты еще что-нибудь спросил? Дисы, ты спросил. Про нервный срыв его спросил. У тебя баба голая. Ну, ладно, ну и я решил просто узнать после интервью впечатление у наших героев, как прошла интервьюшечка. Уже два часа. Ну, как впечатление? Тяжело? Лицо красное? Да. Да? Потому что мне жарко, я переживаю. Не, жарко. Ну, типа, знаешь, вот такой разговор, такой всегда в напряжении. Понимаешь, если с тобой интервью было, это такая чисто ламповая атмосфера, то здесь напряжение от каждого вопроса. Знаешь, вот я много чего хотел сказать, но... Не сказал? Нет. Не-не-не. Обратно за стул. Не, я был просто при каждом ответе я был максимально напряжен, вот, подмышки мокрые. Ну-ка, дай. Да не, ну так не почувствую. Дай засуну. Не, не надо. Дим, ты как, доволен? Да, очень нагад затекала только. Какие впечатления от Саши? Дурачок он все-таки еще, да? Ну, нет, блядь, ты его подъебал, блядь. Нужно было сразу. Он к тебе за советом пришел, блядь. А надо было тебе. А ты, блядь, нахуй, блядь, Саня, ты все можешь, давай, блядь, лучше всегда делать, чем не делать. А ты бы что сказал? Я бы сказал, что, блядь, Санек, лучше... Лучше на спорт. Типа вот в такой ситуации, если ты уже пообещал Герману, блядь, что ты там устаешься, если, блядь, такого сообщения было, просто, блядь, бери свои монахки, прям сейчас, прям при мне, блядь, звони Герману и рассказывай, блядь, о своих сомнениях и говори ему честно, блядь, то, что ты в данную секунду испытываешь. А если бы я подписал контракт на МКС с Амкалом, может быть, все по-другому пошло бы? А ты, может, мог бы и не подписать контракт? Ну, не, ну, я имею в виду, было, мне все говорили, что ты правильно бы сделать, если бы я подписал контракт, отыграл бы МКС за Амкалом? Нет, это уже, ну да, либо подписать контракт, отыграть МКС за Амкалом, а потом уйти, но это уже все вообще не с Германом должно было проявляться. Ну, да, да. Ну, то есть, этим бы вопросом, что, типа, если я уже подписал, там, ну, или обещал подписать, отыграть МКС, а дальше уже сказать, типа, чуваки, все, я перехожу, и теперь, там, моя судьба связана с Тудроц, Амкал, так как он меня вел в информационное поле и, там, что-то мне дал, то я, там, испытывая долг по этому поводу, там, по идее, там, хотел бы доиграть сезон до конца, чтобы, ну, хотя, с другой стороны, Артем бы всегда сказал, ты, Камкал-то, уже закончился. Да, Камкал заканчивался, последний танец же был. Я был уверен, что и Сибач, эти, бутсы на гвоздь надел. Я тоже был уверен. А он до сих пор еще там. Как жук? А жук? Жук. Старый, 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 старый жук. Старый, 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 старый. Нет. Ну, и главный вопрос, который меня вообще больше всего тревожил по поводу Ковали, по поводу Егорова, счастливы ли они? Потому что, ну, Димон перенес большое, как бы, психологическое сейчас давление из-за того, что, блин, в футбол не поиграешь, теперь, наверное, не походишь. В общем, меняется полностью сейчас его быт и жизнь, вообще, и как лечиться. А Коваль, ну, как бы, у него с лета происходят вот эти все осуждения со стороны, там, аудитории, коллег по цеху, блогеров, вот, бывших одноклубников, там, может, какие-нибудь нынешние одноклубники шутят. Вот. Поэтому было интересно узнать, что он ответит на вопросы. Счастлив ли он? Ты счастлив? М? Ты счастлив? М? Смотри, он не уверен. Да, ну да, ну как, ну я живу, я радуюсь жизни. А когда мы с тобой что-нибудь запишем? Не знаю, ты не знаю. Ты мне периодически пишешь. Ну что, приедешь ко мне на интервью и пишу? Конечно. И он просто не отвечает. Ну да, Димон не любит отвечать. Приведи мне анкету на мой канал. Не хочется? Нет смысла, да? Сука какая. Вот так вот мне советуют. Буси Егоров приведет анкету. О, смотри, он в зубе лучше поковыряется. Ты видел мою новую татуировку? Нет, покажешь? Покажи. Блядь, что это, мотылек? Бабочка. И сердце разбито. А сердце разбито тоже новое? Да. Так, ну сердце разбито более-менее понимаю. А бабочка что такое? Бабочка? Ну классно. Порхаю как бабочка. Жаль, как пчела. Димко, а ты счастлив? Да. Я очень рад. Люблю тебя. Сейчас я уже, когда вот снимал все эти видосы, подумал, что ну все, по-моему, на этом видос закончится. Но потом произошло непредвиденное. Сначала Саня почитал комментарии, которые под постом, под фоткой, которые выложил Димон. Как раз он выложил фотку с Ковалем и сказал, что типа, что там ждете интервью и все такое. И там все, ну просто все комментарии были негативные. И Саня, как раз мы поехали от Димона на машине все вместе, начал читать эти комменты. И, ну естественно, ожидаемо он прям расстроился. Он прям, учитывая какой был он веселый и счастливый в начале встречи, и он прям паник, он прям, ну, огорчился. И потом еще добавочно произошло. Сибыч выложил у себя в Телеграм-канале, как раз в этот день играл Спартак против Наполи, с Палетини пожал руку Руи Виторий. Вот. Сибыч начал это обсуждать в Телеграм-канале, что типа это не круто, там поступают всякие там уроды, крысы. И, естественно, сделал пример с Ковы. Блин, ты сейчас опять пристал, мне обидно. Сейчас загонишься? Да не загонюсь, но просто обидно. Да, мне кажется, ты прям, знаешь, идеальный чувак, просто, ну типа, дурачиться, ржать, а просто вот эта ситуация, она просто, ну, не позволяет тебе дурачиться, ржать теперь в интернете. Ну да, как будто бы так. Должен что-то делать такое, знаешь, какую-то роль играть. Дебильная ситуация. Бля, расстроился, морда. Такое, и мне кажется, что Коваль просто в какой-то невероятной ловушке. Мне кажется, по его психотипу, я не знаю, по его характеру, он просто создан для, ну, как, веселых тусовок. Ну, так получилось, что он в медиапространстве запомнился как предатель, как крыса, там, и все такое. И за ним это идет шлейфом. И для меня это, я в целом понимаю, я в целом понимаю реакцию аудитории, которая была летом. Но уже почти Новый год, и я не очень понимаю, почему хейт до сих пор существует. Я понимаю, почему об этом говорит Сибыч. Сибыч в целом любит до талого прям топить человека. Но когда это происходит от аудитории настолько агрессивно, я не особо понимаю, что он такого сделал, чтобы его ненавидеть настолько долго. Потому что Амкал, мне кажется, переформатировавшись, началась новая жизнь. И, по-моему, даже уход Коваль поспособствовал новой жизни Амкала. То есть ничего плохого не произошло. Амкал не развалился. Тут Ротс тоже там приобрели нового персонажа. Но все равно просто какая-то дикая ненависть идет в сторону Сани. И мне прям чисто его действительно жалко, за него обидно. Потому что прям видно, что он сейчас пошел на интервью к Егорову. По-моему, Думич записал интервью тоже у Светы, выйдет интервью с ним. И мне кажется, он прям хочет вернуться в медиапространство. Он хочет начать новую жизнь, попытаться делать то, что ему нравится. Но в итоге он выталкивается просто в бесконечный негатив. Напишите, пожалуйста, в комментариях, почему до сих пор вас настолько это прям грызет. Неужели настолько вас это оскорбило? Мне кажется, просто ничего плохого не произошло. Естественно, то, что там месяц-два его коробили, это нормально. Но то, что идет это до сих пор и настолько поголовно, мне кажется, это странно. А вам? Мне кажется, странно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Напишите также в комментариях, что вы думаете по поводу такого ролика. Нужно ли делать такой формат дальше. Спасибо большое, что посмотрели. Ну и там лайки, подписки тоже буду очень благодарен. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!